Так, ребята, привет! Значит, корректировку такую делаю по 7 апреля, по митингу. Значит, дело набирает оборотов. Уже многие из чиновников в курсе. Сегодня, может быть, буду встречаться с депутатами изнародными по этому поводу. Войду, введу их в курс дела, чтобы дошло дело до Авакова. Но я думаю, что он уже видел. Так, начальник департамента ГАИ звонил уже Виктору. Но пообещал, что если все подтвердится, значит, все будет отлично, что его восстановят. Но что там подтверждаться? Там все и так понятно. Значит, ребята, нужна информационная атака со всех каналов Ютуба, у кого только есть. Делайте перепост. Делайте перепост с моей ролики, переписывайте себе на канал. Делайте перепост на соцсети себе. Одноклассники, контакт, фейсбук, твиттер. Все, что у кого есть, максимально то, что я говорю, рассказываю о этом митинге. Нам нужно максимально людей, чтобы пришли люди и поддержали. Это будет супер просто. Я уже вижу, что результат будет. Потому как Погорелов непростой человек. Это шишка серьезная, которая укрепилась там, у которого там большие финансовые потоки ходили. Это просто вам не передать, насколько я получаю информацию от людей. Значит, что хочу еще сказать. Ко мне обращаются сейчас в данный момент несколько инспекторов ГАИ. И действующие, и недействующие, которых тоже хотят рассказать. Кто-то хочет инкогнито рассказать. Кто-то хочет уже даже и с открытым лицом в форме. Ко мне обратился даже бывший начальник областного ГАИ, не буду говорить какого города, тоже даст интервью. Значит, обратился телеканал РЕН с московский. Хочет интервью. Ой, ребята, много-много-много обращаются людей. Это очень хорошо, что людям не безразличен этот человек. И все хотят, чтобы... То есть, я очень рад, что люди увидели какую-то искринку, которой можно доверить, доверить то состояние госавтоинспекции, которое сейчас находится. Ну, то есть, я думаю, что у нас будет шанс увидеть нормальную милицию, если все-таки мы будем действовать в рамках закона слаженно и вместе. Это очень важно. Что еще хотел сказать? Сбор по городам обязательно нужно... Вот эта тема будет в соцсетях у меня, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. Если у кого-то там есть мои соцсети, кто подписан, там же будут обсуждения под этой темой, кто когда собирается. Я предлагаю в Херсоне собраться в 9.15 и уже стартовать на Николаев, чтобы там подготовиться. То есть, на ЖД вокзале, еще раз повторяю, железнодорожный вокзал, город Херсон, все знают, где он находится, херсонцы. В 9.15 собираемся на ЖД вокзале, приблизительно там напротив ЖД вокзала, там, ну, возле круга. Я думаю, что Туарех мой увидят или Владика посадик там будет. Значит, что еще хочу сказать? Основная надежда на митинг, это, конечно, Николаев. Это прежде всего Николаевцы. Хочу сказать вам, отмените все свои дела, придите, поучаствуйте хотя бы час-полчаса. Это будет иметь свой большой-большущий вес. Чем больше людей, тем лучше. Хочу позвать СМИ. Нужно максимальное количество СМИ. Местные СМИ Николаевские. СМИ разных наклонностей таких, ну, не наклонностей, а разных тематик. Будет тоже очень важно, что вы опубликуете этот и видеоматериал, и фотоотчеты. И, может, я дам комментарий, если кому-то будет нужно. То есть, надо максимальную огласку. То есть, я прошу людей сейчас, в данный момент, сделать максимальную огласку этому всему. Что еще хотел сказать? Ну, в общем, да и все, наверное. В основном все сказал. Отскажу от себя, что я не слезу с этого дела. Я буду максимально добиваться того, что я вам говорю. Мне чуть-чуть тяжеловато, но я думаю, что я справлюсь. Мне было и тяжелее, я справлялся, и все нормально, и позитив, и настроение хорошее. На данный момент собрана уже немалая сумма. Виктор с женой категорически отказываются брать какие-либо средства. Категорически это порядочные люди, это порядочная семья. Это было... Ну, это они подтверждали не раз своими действиями. На протяжении я уже каждый день с ними общаюсь. Фуф! Ну, есть идеи по поводу средств. Эти средства пойдут на адвокатов, которые будут разруливать все это дело. Которые будут долбить постоянно заявами. Я полностью, так как сказал, на митинге отчитаюсь за каждую гривну, которая поступила на мой счет. Ну, в общем-то и все, ребята. Всем пока. Все, настроение нормальное. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok